Давайте рассмотрим этот замечательный медный крест. С лицевой стороны нет распятия, есть только крест и сбоку стрелы. Что же происходило в те времена, друзья? Давайте посмотрим. В те далекие времена, друзья, деревня жила своей жизнью. Также все занимались сельским хозяйством, гуляли, отдыхали, ездили на лошадях, находки, которые мы сейчас находим, это Каниду. Также ездили с верой, проповедовали веру по деревням. Это были в основном староверы. Ну и, конечно же, пахали поля, сажали зерно и сено и теряли эти интересные крестики. Ну а теперь более подробно разглядим этот крест и постараемся дать описание всем элементам лицевой части данного креста. Думаю, это вполне интересно, друзья. Ну и вот основные отличия этого креста от современного православного креста. Восьмиконечный крест, который находится внутри четырехконечного. Следующее отличие – стабриобрядческие кресты, они без распятия. Для создателей такого креста важна лишь форма, которая несла в себе символ христианства. Наличие двух перекладин – верхний и нижний, которые символизируют собой табличку и подпорку для ног. На верхней табличке написали грех, за который осужден разбойник, а нижняя символизировала своеобразные весы, на которых взвешивались людские грехи. Еще одним отличием креста от православного есть наличие навершия. Верхняя часть креста у одной группы старообрядцев оно может изображаться в виде нерукотворного образа святителя или бога Сафоофа. У других же может быть изображение святого духа в виде голубя. Еще одной особенностью является так называемая Пилатова надпись. В Евангелии написано, что она была сделана Пилатом, по приказу которого и был казнен Иисус. Именно с надписями царообрядческих крестов связано много споров. Многие представители данной группы подают сомнению в тот факт, что достойна лишь эта надпись на кресте. Ведь именно этот человек проплел церкви. Ну не знаем. Давайте посмотрим дальше это интересное видео. Теперь взглянем тыльную сторону этого креста. Здесь расположена молитва. Каков же текст этой молитвы? Давайте найдем этот текст. Прочитаем его. Я думаю будет интересно. Ну и вот такой вот интересный текст молитвы. Давайте его прочтем. Пусть воскреснет Бог и рассеются враги его. И пусть убегут от лица его те, кого он ненавидит. Кто его ненавидит. Как исчезает дым, так они исчезнут. Как тает воск перед лицом пламени. Так погибнуты демоны перед лицом любящих Бога. Осиняющих себя крестным знамением и в радости воскресающих радуйся. Почитаем его всеми животворящий крест Господа. Изгони демонов силой распятого на Тебе нашего Господа Иисуса Христа. Спустившегося в ад и поправшего силы дьявола и подарившего нам Тебя свой почитаемый крест. Чтобы знать всякого врага о почтеннейший и животворяческий крест Господа. Помогай мне вместе со святой госпожой Девой Богородицей и вместе со всеми святыми во веки веков. Аминь. Ну что ж, теперь вы посмотрели что было написано. Правильные слова, все верующие придерживаются их. Просто немного все изменилось. Небольшой раскол, но не изменяющий сущности христианской веры. И я думаю, крест достойный уважения, как и все боготворящие кресты наши, животворящий крест Господа. Ну что ж, думаю, вполне вам все объяснил и показал с надписью с тыльной стороны этого креста. А жизнь наша продолжается, и идем по жизни с крестом, друзья. Вот такая история замечательного нательного крестика из меди. Тех старых, прекрасных, по временам. Думаю, вполне интересное видео и обзор этого креста. Жду ваши комментарии, друзья, и ваше мнение по этому поводу.